Здравствуйте! С вами Людмила и канал Творческая Семья. Кто любит бисер, как мы, подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе наших работ. Мы сначала открыли канал Творческая Семья, и все троём работали на одном канале. Но много было вопросов, как сделать, чтобы подробно сняли бы. Начинающих было очень много, и мы на семейном совете решили, что надо открыть ещё один канал, чтобы подробно снимать свои работы. Так как моя сестра, мы двойняшки, живёт с мужем в Латвии, а я в России, выбор выпал на меня открыть канал для начинающих. Я это рассказываю почему? Потому что сейчас я покажу обзор новогодних работ, и некоторые работы есть на моём канале, некоторые работы на канале Творческая Семья. Если на моём канале работы нету, значит, вам надо зайти к моей сестре и найти эту работу. Это Дед Мороз со Снегурочкой. Я купила тут гранатовый сироп, вот такая небольшая бутылочка, и из лент сделала Деда Мороза, и также сделала Снегурочку. Очень легко можно сделать, красиво смотрится, очень красиво смотрится. Вот такие нарядные у меня Дед Мороз и Снегурочка. Вот такой серебряный у меня колосок. Есть ролики. Колоски, кажется, на двух каналах есть, но можете поискать серебряный колосок. Это зимний декабрист. Вот такой новогодний декабрист. Правда, ролик, мне кажется, другого цвета, но это не важно. Просто замените цвета, и получится вот такой декабрист. Ещё один букет новогодний. Можно сделать одного цвета, серебряный. Ну, я вот сделала, немножечко добавила розового. Вот такой букетик. Это у меня серебряный, но очень тяжело снять правильно цвета. Ну, вот такой букет у меня. Вот такой ещё новогодний у меня букет. Тоже есть ролик. И вообще цветы можно сделать новогодние, если использовать белый, серебряный, бисер, голубой. Вот такой букет. Праздничные фонарики. Зайдите в раздел «Поделки». Также и в творческой семье. Подарки, поделки, сувениры. И найдёте много-много интересных работ. Даже тех работ, которых я тут даже не покажу. Не все работы у меня сохранены. И ещё больше работ в творческой семье на канале. Так что можете туда зайти и посмотреть. Вот такой веночек. Он у меня не помещается, но я постараюсь показать. Вот такой с гномиком. Очень легко и просто можно сделать. Это на стенку. Покажу сверху, чтобы лучше видно было. Это ёлочки в одном стиле. Единственная одна выше, потому что там больше ярусов. Я сделала из китайского бисера. Тёмно-тёмно-зелёного. Тёмно-зелёное сделано. Мне одна мастерица писала, что у неё как бы веточек мало было. Ещё раз хочу сказать. Когда вы будете смотреть эти ёлочки, смотрите, какие они у меня густые. Вот у меня, для меня, не слишком густые. Ну, вот именно густые. Потому что я делала из китайского бисера. И он почти номер 11. Вот такой крупный бисер. Поэтому такие густые ёлочки получились. Их легко плести. И я специально разрабатывала такую технику, чтобы легко, быстро можно было бы сплести ёлочку. Посадила я вот в подставочке от свечек. Покажу поближе. Это тёмно-тёмно, в такой бутылочный цвет. Голубая ель. Я добавила бисер голубой. В ту ёлочку я добавила серебряный бисер. И вот такой крупный бисер. Китайский. Может быть, если делать из чешского бисера, он поменьше, тогда, может быть, петельки вот эти надо делать поменьше. Хотя, вот видите, как я поднимаю веточки. Вот они все. У меня очень густые ёлки получаются. Очень густые. Вот эти ёлки, они в деревьях у меня. И также есть ёлки в творческой семье. Тоже, наверное, в деревьях. Если кому нужно. Сейчас я покажу ещё несколько ёлок. Вот ещё одна ёлочка. Тоже из китайского бисера. Даже, кажется, с восьмёрки я плела. Восьмёрка. Ой, какой красивый бисер. Ну вот что-то я зелёный не могу показать. Очень красивый зелёный бисер. Не видно цвет. Тоже бутылочный такой красивый. Это отдельный ролик должен быть. Наверное, на канале Творческая Семья. И ещё одна ёлочка. Из пайеток. Бисера и пайеток. Меня просили, чтобы я придумала бы ёлочку из пайеток. Вот такая шикарная ёлочка получилась. Из пайеток. Вот такая красивая ёлочка. Из бисера и пайеток. Такая густая, красивая ёлочка. Такая ёлочка. Вот я показала ёлочке. Вот покажу на таком тёмном фоне, чтобы хорошо было бы видно. Это берёзка зимняя из пайеток. Вот такая берёзка из пайеток. Без гипса я тут делала. Хотя у нас есть деревья с гипсом. Это на канале Творческая Семья. Я с гипсом на этом канале не снимаю. Вот такая красивая из пайеток зимняя берёза. И ещё зимняя берёза. Надеюсь, будет на фоне ёлок видно. Вот это зимняя берёза. Это на моём канале есть. Мне кажется, на Творческой семье тоже есть. Я не помню. Надо посмотреть. Вот такая зимняя берёза с бусинками. Вот когда стоят ёлки и берёза вот эта. Из 10 человек, 10 человек купят именно берёзу. Приходят за ёлками. Всем нравятся ёлки. Но если будет стоять рядом берёзы, то обязательно вместо ёлок покупают вот эти зимние берёзы. Их легко плести. Я снимала очень подробно этот ролик. Вот приходят за ёлками и говорят, вот оставьте эту ёлочку, я приду, куплю. И как только увидят вот эту берёзу, покупают по несколько штук на подарки себе вот именно вот эту русскую берёзу. Зимний вариант с бусинками. Очень нравится. Если вам понравилось, ещё время есть. Можно сплести вот такую зимнюю берёзу с бусинками, блестит. Но серебро сложно показать. Вот такая берёзка. Зимний вариант. И из пайеток серебряный. Вот такой лес у меня получился. Такой лес. Новогодний лес. У меня вот такой спрей снег есть. Я его не рекламирую. Просто хочу показать. Потому что у меня канал для начинающих. Может быть, никто не знает, что есть такой спрей снег. Я вам покажу. Он разный. И постараюсь показать именно, какой он. Вдруг вам понравится, чтобы вы знали, именно какой спрей как себя ведёт. Вот возьму сначала вот этот. Вот этот спрей. Вот этот снег спрей. Он разный, поэтому хочу вам показать. Вот этот я показываю. Смотрите. Вот такой. Не видно. Сейчас подвину поближе. Просто вот такой белый. Белый такой. И ёлочка становится у меня белой. Со всех сторон. О, забрызгало все ёлки. Вот такой снег получается. Поэтому я делаю тёмные ёлки. Или украшаю, или вот такой снежок у меня получается. Сейчас постараюсь показать. Вот такой снег. Беленький. Вот, не знаю, как показать. Может, это просто мне не видно на белом фоне. Вот такой снег. И второй. И вот такой. Знаете, если я его плохо сболтать, то он у меня такой... О, беленький. Белая ёлка. Иногда попадается ниточками. Вот этот такой более густой. Хотя они почти одинаковые, я скажу вам. Красота. Можно даже наряд украсить. Разные поделки вот таким снегом. Вот у меня белые ёлочки. Их стало хуже видно на белом фоне. Но красиво. Очень красиво смотрится. Есть ролик, как я делаю. Очень легко и просто. Вот такие обручи. Украшения на стенку или на праздничный стол. Я делала на кольцах. На кольцах, но можно вырезать из картонки любого диаметра. И сделать вот такие украшения. На стол или на стенку. Очень легко делается. И очень красиво смотрится. Вот такие. Кольца. Это не новогодний вариант. Но я хочу показать. Это у меня в разделе украшения. Если взять серебряные бусинки и серебряную проволочку, то можно сделать вот такой ободок. Очень легко просто можно сделать. Тут у меня на застежке. Он легкий, раскручивается. И вот такой ободок можно сделать на Новый год. Серебряной проволочкой, белыми бусинками, или прозрачными, или перламутровыми. Вот такое украшение. Можно очень быстро, за час, можно сделать вот такой ободок новогодний. Еще у меня есть ролик, как сделать вот такой ободок из бусин. Это именно ободок, а не корона. И вот сам покажу два ободка вот таких. Они одинаковые. Это для самых маленьких можно сделать. И взрослым, конечно, хорошо все смотрится. Вот такие ободки. Сейчас расскажу поподробнее, как их сделать. Очень легко. Отдельными роликами снимать не буду. Просто сейчас расскажу. Я взяла вот такую ленточку. Можно еще потоньше. Или вот сантиметр, два, полтора, полсантиметра. Это не важно. Главное взять вот такую ленточку. Сначала я обкрутила вокруг ободка серебряной ленточкой. И когда я вот это обкрутила, вот такой ленточкой серебряной, то я просто на клей сверху вот так наклеила вот такую красивую тесьму. Такая серебряная красивая тесьма. Я ее просто сверху наклеила. И получились вот такие красивые ободки. Легко, просто. Они бывают разные, так что можно разные взять. Ну вот мне вот понравились, что тут зубчики. Любой ободок берете. Если даже нету заготовки, то можно и широкий ободок взять. Любой ободок. Потому что обкрутить ленточкой. Вначале подклеить. Вот здесь подклеить. И в конце подклеить. И получается вот такая красота. Может быть вам пригодится. До свидания. До новых встреч. Если вам понравилось, пишите комментарии, ставьте лайки. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова